От Юлии Гаврилиной требуют детей, Валя Карнавал закроет все соцсети, Ваня Дмитриенко раскрыл, что они с Сашей снова вместе, Настя Ивлеева окончательно рассталась с ЛДЖЕЕМ и кто стал главным инфлюенсером этого года. Всем привет, это канал ЛогБлогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! В сети опубликовали рейтинг самых влиятельных русскоязычных блогеров. Оценивали каждого не только по просмотрам, лайкам и так далее, а ещё по живому опросу в разных возрастных группах. Вот такой топ-30 получился в этом году. Первое место занял Влад А4. Следом расположилась жена Джигана и счастливая мамочка четверых детей Оксана Самойлова. А замыкает тройку бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В принципе в списке все плюс-минус известные имена, про которых было много что слышно. Но возможно кого-то из ваших любимчиков всё-таки нет. И вообще, кого вы считаете главным русскоязычным блогером прошедшего года? Пишите в комментарии. Лиса Авами в новом году планирует ещё больше углубиться в качество создания контента. Раньше она работала только дома и после каждой съёмки оставался дикий срач, который не позволял полноценно отдыхать от каждодневной рутины. Вместо того, чтобы чаще убираться, девушка сняла себе отдельную квартиру под студию. Там всё оборудовано под нужды контента и позволит чётко разделять зоны отдыха и работы. Ваня Дмитриенко же порадовал вчера всех фанатов их бывшей, а может уже нет, пары с Сашей Айс, опубликовав такой кружок. Я записываю в Телеграм-канал. Не веришь? Нет, это Телеграм-канал. Отвечай. После он его удалил с подписью «Ой, не туда», но это лишь очередные игры для поднятия актива и подведения к официальному признанию. На это указывают даже некоторые ответы Саши в новом ролике с сестрой, где она рассказала, что в последний раз целовалась 14 декабря. А это как раз был тот период, когда Ваня приезжал к ней на пару дней в Таиланд, чтобы поздравить с днём рождения. На вопрос же, состоит ли она сейчас в отношениях, Саша отвечать отказалась. Видимо, у неё у самой сейчас есть сомнения или не хочется подтверждать этот факт на камеру. Отправился под Новый Год в другую страну Никоглай вместе с друзьями. Из всевозможных вариантов они выбрали Египет, так как хотят просто искупаться, погреться под солнышком, ну и весело провести время на различных экстремальных экскурсиях. У Насти Ивлеевой желание встретить 2023 прям в путешествии, поэтому сейчас она находится в Нью-Йорке. Этот город покорил блогершу ещё во время съёмок телепередачи «Орёл и Решка» и не отпускает сердечко до сих пор. Главное же для себя пожелание Насти сделала ещё ночью, заявив, что навсегда оставляет историю со всеми своими бывшими в прошлом. Это, как я понял, касается не только завершившегося проекта Сердца Ивлеевой, после которого построить что-то серьёзное не получилось, но и Элджея. Что же конкретно с Рёшей у них снова произошло, что пришлось окончательно разбежаться, нам ещё предстоит узнать. Вовсю готовятся к Новому Году участники Дрим Тима, кто-то уже закупился подарками. Отмечать они будут его всей командой за общим столом, а после, возможно, отправиться тусить дальше на местные блогерские вечеринки. Вернуться же к семье в Россию Аня Покров не сможет. В данный момент она ждёт какие-то документы, которые позволят ей спокойно передвигаться по всему миру. Речь, скорее всего, о грин-карте – это аналог вида на жительство в Штатах, для получения которой выезжать за пределы Америки какое-то время нельзя. Как мы помним по истории Евы Миллер, срок может доходить до года и больше, но всё, опять же, зависит от ситуации каждого. Юлия Гаврилина, как и хотела, в Новый Год входит в обновлённом образе. С самого утра она пыталась заинтриговать подписчиков, закрывая сначала рот. Многие подумали про накаченные губы, а после опубликовала видос, как ей красят волосы. Томить она долго не стала и, как только все процедуры были закончены, показала новый цвет и установленные брекеты. Я никогда не была в таком свете волос, у меня никогда не было брекетов, это моё обдуманное решение. Я думала об этом 4 месяца, 4 месяца я хранила эту идею у себя в голове, я хочу войти в новый в 2023 год. Мне очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень нравится, я безумно довольна. У всех возник резонный вопрос, зачем шпульки-брекеты, если у неё и так ровные зубы, и вроде как стоят виниры. Но они, судя по всему, являются чисто эстетическими, так как образ от их наличия приобретает элегантную фишку. Сразу после июля отправилась поздравлять с Новым Годом семью, так как на новогодний она вновь улетает. Её мама ещё отметила день рождения, поэтому тиктокерша не поскупилась и приобрела для неё новенький айфон 14. Сестре досталась мечта всех девочек Фен Дайсон. Ну а отчим пожелал презент для души и получил нового питомца, африканского попугая. Правда, Гаврилина была явно ошарашена, когда на следующий год он попросил от неё внуков. Ещё внуков. О, а... Но, но... Но чё не встретились с девочками хайпхауса Дианой Астер и Заиром в аэропорту, откуда должны были улететь в Дубай на несколько дней. Их рейс задержали на пару часов из-за сильных снегопадов, но они всё же смогли вылететь и на момент выхода этого ролика наверняка уже добрались до отеля. Лететь с ними должен был и Герман, он даже купил билет, но в последний момент по неизвестным причинам передумал. Вот эти вот красивенькие девчоночки выезжают сейчас в Дубая. Хоть бы есть ещё время передумать. У меня есть туда билеты, но я остаюсь тут. Ну и... Один дома. Один дома. Буду по-моему скучать. Не полетела с командой за границу и Вали карнавал, так как изначально говорила, что будет отмечать вместе с семьёй. Но возможно после они с Сашей отправятся в какую-то тёплую страну, так как оставаться сейчас в Москве скучновато. В следующем же году у бандитки будут большие изменения в карьере в плане соцсетей. Вконтакте объявили, что заключили с Карнавал и многими другими артистами эксклюзивные контракты на работу именно на их платформе. Что именно в него входит не сказано, но там могут быть прописаны пункты запросить другие соцсети, как минимум запрещенные на территории РФ и Инстаграм. Также Вали может полностью уйти из тиктока и перейти на ВК клипы, а следом и остальные участники хайпхауса. Всё это пока только предположение дальнейшего развития событий, но какой-то эксклюзив от ребят будет выходить точно только там. Вчера мне в рекомендациях вылезла печальная история очень весёлого тиктокера. Каждому из вас наверняка хотя бы раз попадались видосы Миши, который в метро или других общественных местах пытался в шутку поцеловать девушек. Его ролики буквально два месяца назад резко перестали выходить, так как случилось несчастье. В своём молодом возрасте у него случился инсульт и он, мягко говоря, превратился в овощ. Но главное, он выжил, находится в сознании и сейчас с нуля пытается заново начать разговаривать, ходить, мыслить. Видно, как Миша хочет жить и вернуться к полноценной независимой деятельности. Надеюсь, что он сохранит оптимизм до самого конца и станет ярким примером для всех, кто оказался в подобной ситуации. Ну и под конец этого ролика хочу поздравить всех зрителей канала Огблогер с наступающим Новым Годом. Год был очень тяжёлый, для кого-то морально, для кого-то и физически. Но даже под натиском всех этих проблем мы не забывали улыбаться и продолжать жить дальше. Единственное, что хочется пожелать, чтобы мы с вами наконец-то стали жить в мире. Без конфликтов, руганий, каких-то взаимных претензий. Перестали жить в прошлом и смотрели только в будущее. Я лично верю в лучшее, всё обязательно наладится. И спасибо, что вы были весь этот год со мной. Я честно до сих пор офигеваю и не могу поверить, что в выпуске новостей смотрит так много людей. Надеюсь, в следующем году мы с вами познакомимся ещё ближе, вы увидите моё лицо. Но это уже другая история. С Новым Годом вас, ребятки! Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро!